МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В феврале 1973 года на базе хирургического отделения областной больницы имени Симашко было создано отделение хирургии сосудов, тогда еще на 30 коек. После их стало 40. Заведующим отделением назначили Каширина Валентина Семеновича. Он возглавлял отделение более 25 лет. Затем заведующим стал заслуженный врач Украины и АРК Захариан Аркадий Ливонович. Он внес неоценимый вклад в развитие сосудистой хирургии и формирование отделения. Его ученики, соратники, сотрудники вспоминают Захариана не просто как отличного специалиста, но и как человека с большой буквы. Привел в сосудистую хирургию Аркадий Ливонович Захариан, доцент нашей кафедры. И в нем я увидел своего первого учителя. И он, конечно, за время нашего знакомства стал больше, чем учитель по профессии, учителем, так сказать, и по жизни даже, будем так говорить. В последующей жизни и работе мы всегда его вспоминаем. Мы вспоминаем, как он сделал, как бы он сделал, как он реагировал на те или иные ситуации в жизни, как бы он поступил в этом. И копируя его работу, мы получаем положительные результаты, будем так говорить. Где-то в чем-то мы, конечно, начинаем уже, так сказать, основываясь на опыте других врачей, уже начинаем совершенствовать свое мастерство, будем так говорить. Все сотрудники отделения сосудистой хирургии больницы Симашко, воспитанники, будем так говорить, Захарьяна, все, так сказать, помнят его, чтят. Захарьян в службу и в отделение кого попало не брал, рассказывают врачи. Нужно было не просто отлично учиться и знать медицину, нужно было всем сердцем и душой желать стать хорошим врачом. Владимир Изусимов ни на секунду не пожалел о выбранной профессии. После окончания Крымского медицинского университета имени Сергея Ивановича Георгиевского, ну, практически с 95-го года, идя по стопам своего отца, Изусимова Владимира Васильевича, многие его знают и помнят, потому что он был также преподавателем кафедры хирургии, преподавал хирургии в нашем медуниверситете, институте. И, я так думаю, половина выпускников, хирургов Крыма его помнят и знают. Так сказать, даже Сергей Григорьевич Дунич, так сказать, учился, был его студентом. И Антолий Андреевич Бабанин был студентом, так сказать, ну, уже студентом в группе у моей мамы, которая акушер-гинеколог. Ну, вот видите, такая семейная традиция, ну, начиная, конечно, не с моего отца, а с моей бабушки, которая тоже была врачом. Таким специалистам в отделении отдается предпочтение. Здесь каждый врач – знаток своего дела. После кончины Захарьяна отделение возглавил Владимир Михайлович Йовбак. Врач с большим стажем. Отдает все силы, привлекая любые возможности, чтобы пациенты получали своевременную, качественную помощь. Отделение сосуистой хирургии существует с 1973 года, тоже посчитайте, больше 40 лет, да, практически. Вот, и с тех пор оно получается на 40 коек, отделение на 40 коек. Работает на данный момент сейчас врачей, 7 врачей у нас сосуистых хирургов, но уже сердечно-сосуистые хирурги, так как согласно российским законам мы получили сертификаты, одни из первых в Крыму получили сертификаты российского образца сердечно-сосуистых хирургов. Вот, отделение занимается профилем сосуистой патологии, как артериальной, так и венозной. То есть артериальная, это облитерирующая атеросклерозы, аневризмы, аорты, сонных артерий. Венозная, это тромбофлебиты, варикозная болезнь, так называемая, нижних конечностей. Ну и различная сосуистая патология, которая довольно часто встречается в Крыму у нас. Ну, отделение, в принципе, здание старое, вы сами, наверное, видели, обращали внимание, что это старое. Ну, благодаря вот сейчас помощи мы немножко отремонтировали, то есть мы пойдем, если сможете, захотите, мы посмотрим там, как что это, снимем это. Операционных у нас две операционные, достаточно загруженные, то есть в день у нас 5-6 операций проходит, это однозначно, то есть артериальная и венозная патология. Все врачи, вот сейчас зайдем в ординаторскую, уже никого нет, все в операционной. Отделение никогда не пустует, к сожалению, пациенты заполняют все койки. Больные разных возрастов, с различными патологиями, связанными с артериальной и венозной системами. Проводя анализ, вот так и даже статистику, да, в общем, возраст, это средний идет от 40 до 70. Сейчас уже даже 80 лет приходят, конечно, люди, вот вы, слава богу, помогаем. Вот, средний. Большая причина, это, конечно, облитерирующий атеросклероз, то есть отложение бляшек, так называемых, на артериях, сосудах внутри, которые проводят закупорки сосуда, и, к сожалению, бывает, что приходится делать ампутацию конечности в результате атеросклероза. Ну, возраст, если так конкретнее взять, то 65 лет, это вот тот возраст, когда работоспособного мужчина, который уже все достиг и хотел бы дальше жить с удовольствием и получать удовольствие от жизни. К сожалению, он получает заболевание, которое накопил за все годы, которые жил. То есть, может, не знаю, профилактикой не занимался или, ну, причин достаточно много. Большая часть тяжелых пациентов все же с трофическими расстройствами. Артериальная патология стала проблемой века. У нас много различных, ну, будем так говорить, заболеваний сосудов, это все в народе говорят болезни сосудов, да, сосуды это там что-то, а мало кто из обывателей понимает, что мы говорим сосуды, подразумеваем артерии и вены. Да, есть группа больных с заболеванием сосудов нижней конечности, но мы понимаем, что это артерии нижней конечности, это в первую очередь атеросклероз, болезнь века, от которой, будем так говорить, человек в большей степени страдает и погибает. Ну, и также болезни вен, вен нижней конечности чаще всего, конечно, это варикозная болезнь и состояние, которое развивается после тромбоза глубоких вен нижней конечности, это посттромботическая болезнь, которая сопровождается нарушением трофическими расстройствами тканей нижней конечности, это трофические язвы. Попадают в отделение и те, у кого заболевание в тяжелой форме. Некоторым пациентам нередко ампутируют конечности, чтобы спасти их жизнь. Еще бывают больные с нарушением лимфатического оттока из нижней конечности и с развитием лимфатического отека и нога иногда приобретает таких громадных, гигантских размеров, которые мы иногда называем даже слоновостью. Это элефантиаз, это лимфоста в третьей степени, где человек просто носит с собой тумбочку, скрывая конечно под большими размерами одежды, таких размеров просто гигантских. Таким больным мы помогаем только в некоторых случаях в небольшом проценте количества. Это больше специализированная помощь, которая раньше оказывалась на уровне Киева в институте Шалимова. Сейчас, конечно, у нас такие больные есть, остались, но мы их все равно направляем в специализированные центры Москвы, Ленинграда, Краснодара. Там, где занимаются именно этой патологией. Это сложная патология, которая, ну будем так говорить, возможно уменьшить их страдания, но полностью вылечить нельзя. Несмотря на то, что болезни венозных и сосудистых систем помолодели, в основном пациентами становятся пенсионеры. В разном возрасте пациенты встречаются, но у каждого свои проблемы. Молодой возраст – это паучки и салюдики. Варикоз массивный со сложениями очень редко бывает. Это чаще всего наследственная предрасположенность у человека, который не обращался где-то далеко от центра, от сосудистых хирургов. И вот таких пациентов мы выявляем только при традиционных выездах специалистов в районы, как было в прошлом году. Специалисты больницы «Семашка» выезжали в районы, и там выявляли вот таких вот больных, у которых не было возможности приехать в центр к специалисту, к сосудистому хирургу. Да и наш сосудистый хирург областной, он не может всех принять больных, все 2,5 миллиона, он один. У него в день до 70 человек поступление бывает, он просто не в состоянии всех посмотреть и всем дать заключение. Поэтому необходимо, конечно, таких выездов делать, и даже если больные иногда приходят к нам в отделение, мы все равно им не отказываем помощи, а консультируем. В современном мире человек все больше расплачивается за прямохождение. Большой проблемой является гиподинамия. Мало люди двигаются или много времени проводят за компьютером или за рулем. Это болезненная, будем говорить, притока. Можно сравнить, конечно, венозную систему как систему канализации, а артериальный приток – это как система водоснабжения. Но когда, извините, трубы зарастают, то, конечно, ухудшается кровоснабжение на периферии. И, как я говорю, что если трубы засорились, батарея будет холодной. Если греет, не греет, то батарея все равно будет холодной. Нужно изменять что-то с трубами, нужно их ремонтировать. Конечно, это грубое сравнение, но настолько деликатно иногда получается, что тут нужно включать, как говорится, применять опыт будущих поколений, которые нам предложили лечение артериальной патологии с помощью каких-либо протезов. То есть искусственные протезы вместо атеросклеротически измененной сосудистой стенки. Конечно, сейчас новые протезы – это совершенно шикарное изобретение человечества, которое может спасти и спасает конечности от ампутации. Врачи не устают повторять, своевременное обращение – залог выздоровления. Не стоит бояться грозного слова «операция». Да, это непростая процедура, но это шанс спасти ноги и еще долго на них передвигаться, а в некоторых случаях спасти свою жизнь. Вовремя произведена такая операция, когда человек вовремя обратился, еще на ранних стадиях, дает положительные результаты. Когда человек обращается поздно, когда уже пальцы черные, даже не то, что пальцы черные, полустопы там может быть черные, тогда уже, так сказать, помочь ему нет возможности. Тут уже идет борьба за жизнь пациента. И в тот момент, когда человек уже на грани того, чтобы сделать, то, чтобы умереть, мы вовремя произведем ампутацию, спасая ему жизнь. Конечно, это может быть не на длительный период, но на год, на пять лет. Это может произойти. Почему? Потому что человек без конечности, он, конечно, тяжело ему двигаться. И они быстрее уходят, будем так говорить. Хотя, если бы не была произведена эта радикальная операция, то больной бы умер, будем так говорить, гораздо быстрее. Хирурги каждый день проводят сложные операции. Пациент ничего не ощущает, он под наркозом. Уже через пару дней после манипуляции больной хорошо себя чувствует. Болезненное состояние в месте разреза проходит. Пациент легко передвигается и может идти домой. Я обратилась, у меня лет 12 назад был тромбофлебит. Потом, вот сейчас опять повторно, и меня направили сюда, в Симашка. После операции чувствую себя очень хорошо, но болит еще нога, конечно, там порезы все. Но больница очень хорошая, персонал обслуживающий очень внимательный, кормят очень хорошо. Ну, впечатления такие, что я, конечно, не ожидала. А как вообще операция прошла? Как бы долго ли была болезненная, или какая-то подготовка? Нет, я не чувствовала боли совершенно. Меня, ну, я не спала. Меня просто анестезию сделали, спинальная анестезия. И это. Операция прошла хорошо. Сколько по времени для вас? Ну, где-то час с небольшим, да. Врачи очень хорошие, хирурги вообще. Приходят постоянно, спрашивают, проверяют. Постоянно температуру меряют, давление. Луиза Ивановна сетует, скорее всего, болезнью вен она поплатилась за профессиональные занятия спортом. Причина – много занималась спортом. Наверное, сказалось причиной. И работа у меня, я профессиональная швея, закройщик, работа на ногах постоянно. Может быть, поэтому. У сестер, у мамы наследственности у меня нет. Тромбоз – это чаще всего осложнение нелеченного варикозного расширения вен. Характеризуется образованием тромбов в глубоких венах, чаще всего нижних конечностей. Нередко течение такой болезни заканчивается летальным исходом. Это осложнение постромботической болезни, будем так говорить. Наследственность тут играет в развитии данного заболевания. В развитии тромбоза глубоких вен играет много факторов. Существует такой закон – триада верхового, в основе которого лежит замедление скорости кровотока, изменение вязкости крови и повреждение сосудистой стенки. Изменение скорости кровотока. При варикозной болезни кровь движется медленнее, риск развития тромбоза повышается. Изменение вязкости крови. Когда человек сходил, будучи больным, варикозной болезнью, пошел в баню, потерял там много жидкости, кровь сгустилась на море с варикозом, долго жарился на пляже, потерял много жидкости, может риск тромбоза возникнуть, ну риск тромбоза возникает и повышается. И повреждение сосудистой стенки – это связано с первыми двумя факторами. Для того, чтобы растворить тромбы и избежать внезапной смерти, врачи назначают лечение. Есть специальные препараты, которые растворяют и выводят тромбы, после чего человек в полной безопасности. Тут нужно, чтобы был человек, который может взять на себя ответственность и решиться ввести препараты, разжижающие кровь, растворяющие тромбы, тромбоэлитические препараты. Но данная процедура должна применяться только в стационаре. И так на улице никто не делает, конечно. Препараты эти есть у нас в отделении инвазивной хирургии, эндоваскулярной хирургии. Там применяются они регулярно, потому что у них бывают такие осложнения, связанные именно с тромбозами артериальных хрустов. Они их применяют, препараты. Там очень большой опыт применения этих препаратов. И иногда применяются при лечении венозных тромбозов нижней конечности, тромбозов глубоких вен нижней конечности. Вовремя препаратная тромбоэлитическая терапия может пациента полностью излечить от последующих осложнений, которые связаны с разрушением клапанного аппарата. Потому что тромбы растворились, и разрушение клапанного аппарата не произойдет. Для того, чтобы выставить правильный диагноз и определить, на каком этапе формирования тромбоза, пациента отправляют на УЗИ. Это единственное исследование, которое позволяет распознать стадию недуга. Понять, когда произошел тромбоз, вовремя произвести обследование, это ультразвуковое исследование вен нижней конечности, обнаружить эти тромбы. А в городе у нас всего лишь несколько специалистов, так сказать, можно пересчитать по пальцам двух рук, которые правильно, грамотно смотрят сосуды нижней конечности. И на основании этого исследования мы можем предположить, что там проблема с глубокими венами, больного госпитализировать и произвести тромбоэлитическую терапию. То есть тромбы можно растворить до 14 суток с момента его возникновения. Когда это возможно, это будет намного лучше для пациента, и он выздоравливает намного быстрее. Если вы ощущаете боли в ногах, наблюдаете отечность после рабочего дня, если вас настораживают выпуклые болезненные вены или лопнувшие капилляры, не медлите и сходите на консультацию к доктору. Сегодня очень много вариантов без операционного лечения. Но если понадобится операция, ее проведут профессионалы на современном оборудовании. Делаем оборудование, в принципе, те же самые сложные сосудистые операции, которые вот аортоперационное шунтирование, оно входит в категорию высокотехнологической медицинской помощи. Там особое оборудование у нас есть, оно есть. Да, ну старенькое где-то что-то изношено, но в принципе делается. Обещают, сейчас уже закупили, уже идет процесс модернизации всей этой. То есть делается, и аорты делаются, и сонные артерии оперируются, то есть уровень нормальный. И венозную патологию оперируем с помощью лазера, технологии. То есть опорудование-то есть. Но что касается факторов риска, их стоит знать в лицо и по возможности стараться избегать. Последствия заболевания – это отложение той бляшки, которая на сосуд. То есть и само заболевание, да, то есть результат заболевания. А причины – то же самое, несбалансирование питания, которое вот тоже, как вы вспомните, наверное, раньше, холестерин, повышение холестерина, да, питание, в том же сахарный диабет, который также сильно достаточно влияет на астросклероз. Потом что, ну, сейчас компьютеризация везде, сидячий образ жизни. К сожалению, эта проблема большая, но сейчас наступило так, что физические упражнения, они ушли на задний план. То есть у всех машины, у всех есть транспорт, и то есть люди стали мало двигаться. Вот недавно выступал Лео Бакерия, главный кардиохирург России, и рассказывал о профилактике. Вот слушал внимательно, интересно, мужчина в плане специалиста, и вообще, как контакты, мы с ним контактимем. То есть профилактика надо начинать с физкультуры. То есть обычная дозированная ходьба. То есть в день достаточно 3-4 километра. То есть начинаешь ходить дозированно, то есть не то, что ты в магазин пошел или куда-то там на работу с работы и считаешь, что ты уже все сделал. Нет, вышел в парк, засек время, определил сколько. Почему? Потому что человека потом стимулируют на более занятия спортом дальше. То есть он начал ходить, ему стало легче, лучше, да? Он думает, ну, поплавать может, пойдет в бассейн запишется. Вот еще что-то, велосипед. Не запускайте свои ножки. Помните, на них возложена большая нагрузка. И чтобы они с ней справились, их нужно беречь. Ну, а если почувствовали недомогание, идите к врачу. Сосудистый хирург проконсультирует и назначит лечение. Перед походом к врачу не забудьте захватить с собой полис обязательного медицинского страхования. Будьте здоровы и не вздумайте болеть. Увидимся ровно через неделю. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин